Три прекрасных автора, Андрей Тимьяненко, Роман Селдов и Жанар Куисейнов. И нам предстоит тоже работать, потому что потом авторы хотят, желают, чтобы высказали свое мнение, какие-то вопросы, что-то, может, поспорили даже. Потом, да, выступят наши уважаемые ведущие драматурги, у него, я полагаю, есть Олег Ломовцев и Юрий Ломовцев и наш гость Сергей Воробьев. Сергей Воробьев. Я зовут Иванов, Григорий Александрович, я режиссер всего данного действия. Но здесь никакого отношения, так сказать, это все сегодня сценическая читка, сами авторы создавали свое положение. Сначала мы посмотрим отрывок, нет, целую пьесу, да, целую, небольшую пьесу Романа Всеволода. Советский треугольник. Ну, пожалуйста, давайте. Все, я молкаю. Вот здесь надо бы подобрать другое слово, какую-нибудь более точную ритму. Я не смогу никогда писать лучше, чем он. Ну, что ты говоришь, дурачок мой, ты гораздо лучше, чем он. Просто сейчас другая власть, ей не нужны красивые стихи, ей нужны старинные рифмы. До революции, ну, до революции тебя бы носили на руках. Я хочу, чтобы меня и сейчас тоже носили на руках. Ну, хоть немного. Неужели тебе мало моих рук, тврачок? Никогда нельзя доверять тем, кто тебя словословие качает. Они ведь не мама, обязательно уронят. Мама. В его стихах так часто звучит слово мама. Его стихи, его стихи. Господи, что ты за циклисал на его стихах? Ну, ведь они хорошие. Хорошие. Ты можешь так не преклоняться перед ним? Быть, наконец, не тряпкой мужчиной. Ты бы хоть подрался с ним, что ли, из-за чего-нибудь. Ну, я не понимаю, если ты так ненавидишь его, то почему мы тогда живем здесь, вот, все вместе, втроем? Потому что он известный и, главное, как они засчитают, поэт этой страны. Дорогие мои, скверно это дело, скажу я вам, пытался забивать деньги из этого журнала. Получить за свое творение гонорар куда труднее, чем его написать. Думаю, что я могу прокормиться на собственную славу. Слава, отваление, господи, ты так любишь эти громкие слова? Тебе не кажется, что это уже чересчур? Ты можешь сказать просто по-человечески, ты получил деньги или нет? Да, Володя, ты же знаешь, нас всех так интересует данный вопрос. Не скажу я вам ничего. Только отдайте сами по выражению моего лица, приводят рассказать физиогномики. Господи, хватит уже развиваться. Да, Володя, это такой щекоскливый вопрос, ты же должен понимать. Лиля, прости меня, но не получил я этих проклятых денег. Завтра обязательно выпью, глянусь, выколу через них больше, чем были из старого матраса. Они всегда так задерживают выплаты. Я сказал, что не уйду, пока они мне не заплатят. Сказал, чтобы улыбку называть перед ними чечетку. Прямо там, придарцы. Видели бы вы, как я там отплясывал. Вся редакция разбежалась по домам. Остался только какой-то старик, наверное, глухой. Следите, чтобы я ничего не украл. Сейчас почему-то все чаще поэт превращается в воров. Надеюсь, этот камень не в мой огород? Не на мою безталантность, так скажем. Я за всю жизнь ничего не украл. Ну что, творцы, нам не бросаться друг друга камнями. Я же люблю вас, глупые мои. Я безумно вас люблю. Мне просто так хотелось сегодня праздника. Ну, твой день рождения. Он же еще только через месяц. Уже за это время я успею написать целую поэму. Ну, я теперь деньги возьму вперед. День рождения? Ты считаешь, что я имею право на какую-то радость только в свой день рождения? А что, в другие дни, значит, я должна жить, как все эти обычные люди, да? Разве мало того, что мы здесь все втроем, все любим друг друга. Разве этого мало для того, чтобы быть счастливыми? Этого мало разве? Мало? Господи, лучше бы ты не вставал. Ты такой большой, что как только ты входишь, сразу становится тесно. Ты слишком большой, надо быть поменьше. Дай хоть я тебя поцелую, Лидочка. Сегодня не даю тебе подойти. Господи, у тебя одни поцелуйчики, я у меня. Ты на всех углах кричишь, что ненавидишь северянина. Не надо, Лиля. Не говори так. Можешь ругать и меня, но пожалей хотя бы моей стихи. Пожалей хотя бы как нищих искалеченных детей, что просят на улице подаяния. Такое впечатление, что ты уже сочиняешь пьесу в стиле своего тайно любимого северянина. Давай хоть здесь говори спокойно, просто. Как глупого глупого благодолюбит твоя советская власть. Советская власть хочет совершать другого. Я не знаю, чего она там хочет, но я знаю, что она нам дала. Ничего. Кроме этого глупого быта, который липнет к тебе, как грязь. А я тут недавно читал перейдетон в советской газете. За подписью некого Бухова, там хорошо очень сказано. Быть это то, от чего люди лысеют, желтеют и вешаются. Да, очень точные слова. Но за них это как у них, как у них, как у них, Буханкина, еще вот меняют. Лысеют, желтеют, вешаются. Осип вот полысел, у меня изменился цвет лица. А кому-то из нас осталось повинку. Володя Скоп, еще не думал о чем-то таком. А я знаю магазин, где продают такие хорошие веревки. Вот тут хорошие веревки. Не надо так шутить. Мне сейчас на одно мгновение вдруг показалось, что вы говорите серьезно. Мне стало так страшно. Слушай, чего тем бояться? Где ведь недавно дали оружие? Хотя, если ты говоришь о том, что лучшее оружие это стихи, то от пистолета мог бы и отказаться. Неправильно бы поняли. Подумали бы, что у меня уже есть, и что я давно собираюсь кого-то убить. А ты, случайно, не того? Ты не собираешься этого сделать? Володя, если мы с тобой иногда не понимали, друг к другу, то это только от того, что ты слишком большой, а я слишком маленький. Володочка, пожалуйста, если когда-нибудь мы очень поссоримся, не убивай меня, ладно? Тем более тебя за это могут посадить. Ты что, действительно думаешь, что я могу тебя убить? А это что? Это что? Это так, просто. Это какие-то совершенно незнакомые строчки. На твоих... Не-не-не-не-не-не-не, это так, ну, просто. Я думал, что вы уже рвете мои стихи. Господи, сколько уже можно говорить о стихах? Жизнь — это жизнь, стихи — это стихи. Вы все абсолютно правы. Одна девушка как-то подошла ко мне и была настолько взволнована тем, что впервые увидела меня, что она взяла и сказала мне правду. Я сказала, позвольте спросить. Я думал, что вы Бог, а у вас глаза неудачник. Я не понимаю, почему ты говоришь об этих вещах и о чем-то противоположном. Странно, что два этих слова не ставят еще рядом словаря ксинониму. Достаточно посмотреть внимательно на этот мир, чтобы убедиться. Бог — это самый большой неудачник, которого только можно выдумать. А уж после семнадцатого года надеяться на него, да и вовсе глупость. А, красивая она была? Кто? Ну, так, которая тебе это сказала. Не помню. Ну, значит, некрасивая, иначе ты запомнил. А глаза у нее какие были? Очень грустные были у нее глаза, какие-то несчастные. Да, я точно помню, что у нее были очень несчастные глаза. Нет, нет, я спрашиваю, черные или голубые? Да я не помню, совсем не помню, какие были у нее глаза. А ты уверен, что если, ну, если мы когда-нибудь расстанемся, будем уже жить далеко-далеко друг от друга, ну, если кто-нибудь спросит тебя, какие у меня были глаза, то ты вот не будешь вот так же без помощи промотать. Не помню ничего не помню. Нет, твои глаза я не забуду. А я тут, кстати, читала бы на любопытную статейку про третий класс. Господи, Косик, тебе бы иногда не помешал бы просто помолчать. Хорошо, Лидичка, хорошо. Я сегодня что-то очень устала, спать хочется. Подходит к кровати, расцелает ее. Володя, а ты сегодня никуда не спешишь? Почему ты спрашиваешь? Рекция уже закрыта, деньги пойду из них выколачивать завтра. Или ты хочешь, чтобы я воспользовался сумерками и просто взял ее ограду? Ну, к чему эти шутки? Я уже подустала от них, все от них подустали. Я просто спросила. Ты сегодня больше никуда не забираешься? Да, Володя, Лидичка просто спросила. Я тоже не понимаю, неужели ей нельзя просто спросить? Ну, пойду, я тоже хочу спать. В таком случае, как мне сегодня кажут, советская лодка еще не придумала кровати, рассчитанной на троих. Пол страны знает, что мы живем втроем, а на улице выходят голые люди с плакатами «Далой стыд». А никто еще не начал выпускать как спальные кровати. Кажется, понял, вы хотите, чтобы я ушел? Да не, Володя, об этом даже никто не думал. Да-да, конечно, я просто вспомнил, что у меня сегодня назначена встреча. Нет, правда, я совсем забыл, правда. А когда ты вернешься? Наверное, ну, до утра, там у меня есть какие-то дела. Наконец-то хоть одну дочь мы сможем провести вдвоем. Спасибо тебе. Господи, неужели ты думал, что я из-за этого? Время-то сделать гораздо интереснее. Ну, Лиля, я не понимаю. Ну, что ты не понимаешь? Вы все ничего не понимаете, ничего. Не раздевшись, ложись на кровать, слышно, как она плачет. Извините, я обновление просто. Я просто не хотела, чтобы он видел, как я плачу. Ты что, так его любишь? Лиля, скажи, неужели ты действительно его любишь? Я всех люблю. А меня? Я же сказала всех. Значит, никого. Ну, значит, никого. Ну, как же так, ну, как же так? Ну, вот, дурачок мой. Ты уже расплакался, господи, я пошутила, пошутила. Это очень злые шутки. Какая жизнь такие шутки? Как же я устала от ваших слез, от вашей слабости. Мужчина должен быть для женщины какой-то опорой. А теперь, на кого только не обобрешься, обязательно упадешь. Вместо цветов слезы, вместо полосы истерики. Я устала, я очень устала. Я хочу спать и заснуть навсегда. И никогда больше не просыпаться. Осип. Так, почему же ты не ложишься? Ну, потому что я знаю, что проснусь. А так не хочется. Ой, неужели это он? Можно. Я понимаю, что нельзя, но вы же не хотите, чтобы я и правда засталился. Ты что ты, Володя? Кто бы мог подумать? Конечно, нет. А пистолет... А пистолет на свой, небось, дома? Извините, я волнуюсь. Можно я выпью? Пробуй, извините, не просто. Извините, я просто. Я не акрессия, я не умолю. Застрелиться можно из чужого пистолета. Пистолет не деньги, его дать лучше. Походу, если знаю, что ты застрелиться собираешься. А мне бы, например, пистолет, жалко было бы. Нет, клянусь, если бы вот мой самый заклятый, смертельный враг попросил бы у меня пистолет, чтобы пустить себе пули в лоб, я бы не дал. Почему? Потому что жалко. Кто только в этой стране не знает моей фамилии, кто только не стал моим тихом. А вот так, если выйти вдруг поздно вечером на улицу, то оказывается, что совершенно не к кому пойти. Казалось бы, столько друзей. Дружат такими со мной днем, а ночью все вам хочется спать. Попробуй, появись у них на пороге. Мне почему-то стало так страшно там, одному на улице ночью, что я решил вернуться. Я вам, может, помешал, да? Ну что ты, Володчик, что ты? Давайте, правда, уже что ли ложиться спать? Поздно уже. Хочется спать, хочется спать. У меня какие-нибудь сны. Какие-нибудь очень красивые сны. Только не про любовь. Может быть, мы ляжем сегодня все вместе в одной постели, а? На одной мы все не поместимся. Почему мы их не можем сдвигать? Ну, вообще-то можно попробовать. Володя, что-то у меня сердце прихватило. Вот я так давно собирался заходить к врачу и провериться. Смешно, нелепо, Лили. Может быть, ты мне поможешь? Я бы помогла, Володя, если бы видела в этом необходимость. А ты не видишь необходимости? Да, не вижу. Ты можешь понять, что мне страшно именно сегодня страшно ложиться в постели одному. А мне сегодня страшно ложиться с тобой. Сейчас там на улице ко мне подошла какая-то девушка. Она меня не узнала. Она подошла просто спросить, который час. У меня не было часов. Я ничего ей не ответил. Она не убежала, тут же извинилась. Посмотрела на меня с грустной улыбкой. Посмотрела, как будто сочувствовала тому, что у меня нет часов. И, кажется, не хотелось уходить. Не потому что... я известный поэт. Потому что я смогу познакомить ее с какой-нибудь знаменитостью. Просто так и не хотелось уходить. Я почувствовал вдруг настоящее, живое, человеческое тепло. Мне почему-то кажется, что это была самая счастливая минута в моей жизни. Ну так, что дальше? То есть? Ну как это то есть? Что было дальше? Ничего не было, она нашла. И ты не опликнул ее? Не пошел за нею? Нет, не опликнул. Ну почему же? Потому что я не хотел поздать себя. А, спать. Я так хочу спать. Отвернитесь, мне нужно раздеться и выкручить свет. Давайте просто поговорим. Хорошенькая она была. Кто? Твоя девушка, без часов. У нее прекрасные глаза. Похоже, что у всех девушек, которых ты встречаешь, очень грунт в головах. Да. Не все как-то попадает в эти красивые девушки, а у всех них почему-то очень грустные глаза. А если вдруг встретишь какую-нибудь толстую физиономию с просячими глазками, то в них будет столько счастья, что от него даже закружится голова, как от запаха самых плитерных духов. Да, самое страшное видеть вблизи чье-то чужое счастье, зная при том, что сам ты никогда не будешь счастлив. Что с тобой, Володя? Я просто сейчас увидел в твоих глазах что-то настолько страшное, что-то настолько нехорошее, что... Не сходи с ума. Да, я тут недавно в газете читал один любопытный случай. Там рассказывается про то, как у вас было... Нет, Лили, нет, не может быть, уже я тебе хотел, чтобы я тебя предал. скажи, Лили. Скажи мне, только скажи, я пойду сейчас, прямо сейчас возьму и тебе изменю. Ну и куда же ты пойдешь? Все равно, я пойду сейчас туда, на улице, там никого не окажется, если бы я тебя даже с первым уже уличным фонарем я тебя изменю. Да, это может быть Геннадо. Зачем уличный фонарь, если есть я? Ось, я очень уважаю тебя. Я даю тебе редактировать все мои... Доверяю тебе вкус и опыту. Но иногда твой вкус тебе изменяет настолько, что мне хочется дать тебе по морде. Володьичка, Володьичка, ты не так понял. Я же просто так стал. Благодаря того, чтобы разрядить напряженную обстановку, я даже ни на что не напекал. Совершенно ни на что. Оставь, Ось, по-моему. Оставь, я сказала. Знаете, вы, наверное, не замечали, не замечали, но я очень люблю вечерние прогулки, пройтись по свежему воздуху. Хорошо так, на солнце, луна есть, светит, я пойду, ладно? Нет, действительно, вы, наверное, даже не поверите, а то я все дома, дома сижу по вечерам, а всегда так мечтал прогуляться, так мечтал. Причем одному, обязательно одному, чтобы мыслей в голову больше приходило. Останься, Осип. Ну, Лиля, я так мечтал погулять, так красиво, воздух, машины, все так красивое. Я сказала, останься, Осип. Ну, если ты хочешь, да, я и правда, окажется, очень устал. Может, еще подойти, нету же Вольте. Уйти нужно не деть. А кому же? А ты действительно не понимаешь, кому нужно идти? Спасибо. Жаль, потому что вежливость иногда слишком, может, напоминает глупости. Да-да, Володечка, я вообще очень глупый человек, если бы я иногда что-то не понимаю, это не со зла, это просто от глупости. Осип, ты мог бы вести себя иначе? Ну, как, Лиля? Я не знаю, но как-нибудь иначе. Ну, да-да, Володечка, конечно, как скажешь. Беда только в том, что она ничего нам не скажет. Самое главное мгновение, она с Лилой молчит. А сейчас и есть то самое главное мгновение, да? Да. В таком случае для меня, да. А может, я просто вот лягу спать и ничего не буду слышать, о чем вы будете говорить, я вообще не буду вмешиваться, просто усну и все. Можно? Можно, можно. Да, Лиля? Ой, делай, что хочешь. Я чувствую себя каким-то уродом, которого все ненавидят, которого все презирают, у которого горка из чистого золота, старовавшаяся с кожей. Поль талант, связи, деньги, известность. Все это только горка. Золотой горкой, каждый хочет отпилить огневухать кусочек. Но все-таки настоящее золото. А мне так больно, когда от меня отрезают хоть часть. А я должен терпеть. я должен улыбаться. Потому что если я хоть на мгновение вскрыть бы от боли, на боль начнут смеяться. Меня будут открыто презирать. А за что меня любить? Я ведь сам по себе никому не нужен. Только стихи эти проклятые. Стихи, как меня сочертел этот талант. А что такое талант? Горк? Горк? Больше ничего. Режьте. Режьте. Только оставь что-нибудь. Осторожнее. Разве нельзя? Хоть немного осторожнее. Душу мы оставьте. Она вам зачем? Ее не режьте? Володечка. Конечно. Я все понял. Я все понял. Ты куда? Понимаешь, когда даже человеку, который кого-то безумно-безумно любит, хочется побыть одному. Просто одному. Так, а куда ты? Куда? Там совсем темно. Тему лучше. Оставь его, пусть он ушел. Он ушел, ушел. Совсем ушел. Я знаю. Наверное, он и правда гениальный поэт. Наверное, он великий человек. Но перед берегами людьми можно преклоняться, их можно бояться, их можно даже ненавидеть. Но любить их нельзя. Непростого-то человека любить необыкновенно трудно. А любить гени, нет, это выше человеческих сил. А меня-то любишь? Я прошу тебя, Оси. Правда, никогда не будь таким, как он. Никогда. Слышишь, вообще я никогда не пиши стихи. Пожалуйста. Таким, как он. Да я, даже если бы хотел, я никогда, никогда не смог бы писать так, как пишет он. Вот и хорошо. Я прошу тебя, Оси, пожалуйста, будь просто самым толстым, абактогенным человеком, чтобы я могла тебя любить. А я есть. Самый простой, обыкновенный человек. Вот и хорошо. Вот и хорошо. Занавес. Женар Кузаедова. Андрей Ермельевна. Роман Селун.